Попытка негодными средствами, как профессор Соловей возглавил русский бунт. Статья в журналистской правде за 16 сентября 2020 года. Григорий Игнатов. Можно ли считать трагедией белорусские протесты? Вряд ли. Для трагедии там не хватает искренности, глубины и боли. А вот на фарс там тянут многие черты и черточки. Но теперь появилась ухудшенная копия этого фарса. Комедию категории «Б» решили переснять создателей фильма в категории «С», превратив и без того плоский юмор в совсем уж ярмарочное позорище. И дается видео. А вы помните, как всегда, в инфобоксе под статьей будет ссылочка. Перейдете на источник и посмотрите видео. Это какой-то анекдот из серии «Муж в командировке». Пока Алексей Анатольевич Навальный усиленно трудится печенью и почками, перерабатывая разнообразные яды, попавшие в его организм, кресла вождя оппозиции уже начали делить, перетягивать и попросту узурпировать. Что называется, попу поднял, место потерял. Чуть отлучился с капитанского мостика, уже очередь выстроилась из желающих порулить. И кто, о боже мой, кто Валерий Соловей? Жалкая, ничтожная личность. Человек, который 10 лет усиленно делает то самое, что обычно противопоставляет процессу ворочения мешков, представляя это как аналитику. Чтобы оценить уровень анализа, просто зацените свежее этого года видео. Как всегда, в инфобоксе, под видео, ссылочка, перейдете, посмотрите. Кремлевские элиты пока еще не приносят человеческих жертвоприношений, но уже режут черных петухов на церковных алтарях. Да, все это реально. Блин, да как он вообще еще не в больнице? Там же явный недостаток голопередола в организме. И оттуда же откровение от аналитика 2020 год, последний год, когда можно что-то изменить. И этот срок имеет мистическую природу. Вот это методы познания у профессора, вот это логика, вот это рационализм. Видать, настоящий научный подход. В конце концов, даже если бы проводили кастинг на роль худшего вождя российской оппозиции, то этот персонаж был бы топовым кандидатом на первое место из-за самой своей внешности. Физиономия уже что-то выдающееся, какая-то тщательно подобранная коллекция отталкивающих черт, хитрое, глумливое, какое-то перекошено-двусмысленное лицо с мясистыми губами и грустными глазами честного риэлтора. Он бы максимум неплохо смотрелся в роли врача-венеролога, но как вождь, о май гад, такому человеку за чемоданом не доверишь пять минут присмотреть, не то что вести кого-то в бой. Собственно, и вся карьера вождя у Соловья была под стать его научным методом анализа и харизмы. В 2012 году он попробовал создать под себя политический проект «Новая сила». Тогда как раз были в самом цвету русские марши и общий подъем русского национализма. Итогом стало следующее. После гордого заявления о том, что в 2012 году «Новая сила» не будет участвовать в общем русском марше, а проведет свой с «Блэк Джеком» и «Соловьем», вышло в итоге вот что. Митинг партии «Новая сила» Валерия Соловья под названием «За новую Россию» был отменен в связи с малым количеством участников. К назначенному времени на набережную парку Горького пришло не более 50 человек, включая организаторов и журналистов. Даже ни единой фотки не осталось того великого события. Это не просто провал, а какое-то типичное слово из шести букв. Вторая и... Фиаско. Да. Так пробить дно в ситуации, когда собрать любую массовую акцию под правыми лозунгами было проще простого, нужно было еще суметь. Соловей справился. И вот такой бесценный образец кадрового резерва неудачников берется возглавить общероссийский протест. Есть какие-то сомнения в том, что это будет та самая пародия на фарс? Да не малейших. Еще ничего не началось, а ржать уже можно начинать прямо сейчас. Буквально на титрах у входа в кинотеатр. Уже сами титры доставляют дико, бешено и неиллюзорно. Начнем с простого. Вот как, по вашему мнению, должен называться основной телеграм-рупор будущих перемен? Ну, отключите фантазию, включите, наконец, тупость. Да, тупо. Next.ru. А второй. Russia.next.ru. Креативность, работа мысли и оригинальность, так и пруд. Виден по-настоящему творческий подход. И плевать, что канал для русскоязычных имеет название из белорусского слова. Что ж, идем на эту самую Next.ru и смотрим немногочисленные агитматериалы, которые там уже успели разместить. Открываем листовочку, читаем. Мы поддерживаем отравленного Навального. Беда, когда русский не родной язык. Поддерживаем отравленного. Это как? Мы за отравленного Навального. Даешь отравленного Навального? Больше отравленного Навального? Но ужас и восторг достигают высшей точки, когда мы наконец-то попадаем на сам сайт, ссылочка. Там нас встречает не Соловей, но сам Ктулху в его облике, нацелившийся на поглощение наших мозгов. Кого мы поддерживаем? Навального, злодейски отравленного ядом. Господи, дайте мне это развидеть. Злодейски. Ааа, и не просто так отравленного, а ядом. Кто у них копирайтер? Я хочу расцеловать этого человека, а потом убить собственными руками. Но это далеко не конец. Это лишь начало. Платушкина и Шереметьев, томящихся под арестом. Томящихся. Кто? Ну кто этот гений высокого штиля? Кто этот капитан Лебяткин? Мы точно на сайте за перемены, а не в бульварной литературе начала 19 века. Сижу за решеткой в темнице сырой. Кульминации и апогеи мы достигаем, дойдя до политзаключенных, безвинно заточенных в тюрьмы за их взгляды. На безвинно заточенных уже даже сил смеяться нет. Самое главное, все это классно микшировать в любом порядке. Безвинно томящихся, злодейски заточенные и так далее. Автора в студию. Вдруг окажется, что это какой-то панамарь, пописывающий старорусские фэнтези. Возрыдал безвинно заточенный Платушкин и возопил. О, доколе томиться мне в темнице за взгляды мои? А где ты, братья Навальные, отравленный злодейски ядом коварным? Приди, приди, о соловей, и допадут таковых наши мрачные. А что? А что, если это все это написал сам гений пера, сам соловей? В пользу такой точки зрения есть тот аргумент, что хоть на сайте и написано, организаторы вы сами. А вот реквизитки для пожертвования почему-то все на имя Валерия Дмитриевича С. Организаторы вы, а деньги почему-то мне. Тут стиль даже не Остапа Бендера, а какого-то Карлсона. Видимо, и текст писал он лично, чтобы не тратиться на каких-то аутсорсеров. Жизнь у нас суровая, но Валерий Соловей в ней просто луч света на носу клоуна. Спасибо этому беззаветному труженику сферы политического интертейнмента. Интересно, соберет ли он свои 50 человек в этот раз? Знаете, даже чуточку жалко все десятилетие российской протестной активности. Неужели все, что оно заслужило, это такой феерический соловьиный пшик? В финале Григорий Игнатов Попытка негодными средствами, как профессор Соловей возглавил русский бунт.